Это программа «Мой район». Год, когда упомянула Мария 14-й год, я вспомнил, что ведь вы в 14-м году столкнулись с культурой отмены ещё до того, как этот термин стал таким расхожим в средствах массовой информации. Это же было именно 10 лет назад. Расскажите. Ну, сначала был Майдан, конечно. И, вы знаете, ничего в мире не происходит случайно. И в том числе даже музыкальные карьеры, если честно. Я сама киевлянка, я уехала и из Киева, тогда это только стало независимой Украиной, уехала в 91-м году. Провела всю жизнь в Америке, стала гражданкой Америки, я училась в Америке. Вся моя жизнь была там. И я верила прекрасно пропаганде СНН. И когда у меня были большие концерты, там в Лондоне, в Ройл-Алберт-Холле, всё время как бы делалось ударение на том, что я вот американская пианистка украинского происхождения. У меня хотели брать интервью, там всякие вот BBC. И пришёл тот момент, когда был Майдан, мне сказали, ну, ты должна поехать поиграть на Майдане. Ну, у меня там семья, у меня мама, у мужа родители. Мы смотрим одну вещь по СНН, что нам показывают, а другую то, что я понимаю на русском, на украинском языке, и то, что говорят родители. И вдруг вот эта картина, вот это благополучное мировоззрение простого американского обывателя, давайте так скажем, оно катастрофически схлопывается, потому что я вижу, что они врут в каждом слове. И я говорю, нет, никаких Майданов я поддерживать не буду. Я начинаю работать, я начинаю переводить то, что происходит там в Твиттере. Я работаю с американскими журналистами, я работаю с журналистами там Wall Street Journal. То есть не просто какие-то. И вот у меня должен был быть концерт как раз в Торонто. В 2014 году. Это уже 2014 год. Да. Вот после всего вот этой моей активности, то есть я работала как бы бесплатным переводчиком, я сообщала, я этим занималась. И вдруг приходит новость, что мой концерт отменяют по требованию украинской диаспоры, что я вот такая сякая, я против Бандеры выступаю, против героя Украины. Ну то есть надежды на меня не оправдались, как на пианистку украинского происхождения, но меня услышала филармония донецкая. И вот так я поехала в 2015 году первый раз. Я пересекаю границу, меня сопровождают журналисты наши, и слышен грох. И я помню, как на меня местные смотрели вопросительно. Вот когда вот грохотало, и она говорит, вы знаете, что это такое? Я говорю, у нас стреляют. Вам не страшно? Я говорю, так вы же здесь живете. А я только приехала. Они говорят, вы наша, вы родная. То есть меня приняли, говорят, очень много людей приезжали, слышали это, тут же разворачивались, уезжали. И вот этот концерт, вот посреди всего этого ужаса, что происходило, то есть его часто сравнивали даже в прессе с премьерой Ленинградской симфонии Шостаковича. Это, конечно, очень растяжимое понятие, но когда играли в блокадном Ленинграде, то есть наше ПВО, им была поставлена задача, что ни одна бомба, ни один снаряд не упадет на город, чтобы его могли слушать. Мне потом сказали, что наше ПВО получило задание, что ни один снаряд не должен попасть в центр города. Это был парк Ленинского комсомола, где собрались. Они думали, что будет 2000 человек, пришло там 7000 и более. Народу море. Пришли люди, пришли маленькие дети, пришли ветераны. И вот этот концерт на побитом трофейном рояльчике с приклеенной ногой, вот оркестр собрался, мы играем вот этот концерт. И невероятный был момент. У меня были гастроли, там продолжались. И гастроли, мастер-классы. Я с 2015 года ездила каждый год несколько раз в году. Обязательно выступала. Это не только Донецк, это были меньшие города. Я давала мастер-классы в бомбоубежищах буквально детям. И причем дети были, которые занимались, вот пианисты юные, то есть что меня шокировало, они были действительно мирового уровня. Их готовили преподаватели, они готовились к карьере посреди вот этого всего, что происходило. Знаете, люди меня спрашивали всегда, когда я приезжала, вот, а Валентина, а вы видите, вы видите надежду, вы верите во все лучшее. Я говорила всегда, да, все будет хорошо, все уладится. Меня спрашивали, вот, как человека, который приезжает, потому что там люди, которые выстояли, которые не сломились, которые не предпочли потребительство, защите нашей культуры, своих истоков, своих корней. То есть мужественные люди. То есть нам понять, вот, просто не будучи там, что они пережили ради будущего. То есть мы знаем, что все улучшается, и все будет хорошо. И я говорила, что все будет хорошо, совершенно честно. И я в это верю. Я уверен, что все будет хорошо, и победа будет за нами. У нас, кстати, есть видео вашего выступления в Мариуполе. Посмотрим сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Мне понравилось очень, что вот вы как бы на улице, в красивом, красном, концертном платье. Профессиональный стандарт. Да, 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 есть. Это программа «Мой район».